Из трех российских полуфиналистов Кубка Интертота шансы московского Динамо в ответном матче в Дуйсбурге выглядели наиболее предпочтительными. Первый тайм московского матча показал, что середнячок Бундеслиги, в которой к тому же еще не начался сезон, динамовцам по зубам. Динамо владело территорией и в Дуйсбурге, однако немцы в первые 12 минут дважды успели наказать динамовскую оборону за бессилие в воздухе. Сначала Ковтин затеял воздушный гуэль с Тачилиным и Войлер, стоя спиной к воротам, уложил мяч в угол. В следующей атаке Войлер-то вроде бы мертвой хваткой вцепились к Кульче-Островской, но на отскоке никого из них не оказалось 0-2 на 12-й минуте. Такое начало на выезде — катастрофа, но не в матче с Дуйсбургом. Динамо было вполне по силам отыграться еще в первом тайме, однако прогулочный темп, в котором продолжали атаковать динамовцы, оставлял возможность спасти игру теоретической. Немцы выглядели не лучше гостей, но единственная в первом тайме осмысленная атака Дуйсбурга могла стать голливой. Пока Сергей Киряков удивлялся безвольной игре бывших одноклубников, Кобелев со штрафного произвел первый и последний в этом матче удар в раму ворот Гила. Обрадовал Кирякова, и у горско-динамовских фанов забрежила надежда. Во втором тайме оставалось забить всего один гол. Однако после перерыва в игре Динамо не изменилось ровным счетом ничего. Кобелев еще пытался что-то создать в одиночку, однако действия партнеров приводили динамовского капитана в бешенство. А на 60-й минуте Ковтун выполнил очередной подкат сзади и по сумме двух горчичников отправился отдыхать. Игра оставшихся в десятером динамовцев окончательно сдулась. Однако даже при всех неблагоприятных обстоятельствах у гостей оставалось время, чтобы перевести матч в овертайм. Но за 10 минут до свистка у Динамо стало еще на одного игрока меньше. Компанию Ковтуна составил Терехин, который сначала отдавил немцу ногу, а через несколько секунд атаковал игрока, не владеющего мячом. Пенальти, который на 89-й минуте исполнил кипер Дуйсбурга Гилл, уже ничего не решал. 1-3. В трех финалах Кубка Интертота ни одного представителя России. Кубка Интертота ни одного представителя России.